В редакцию вновь обратились жильцы домов номер 4 и 5 подсобного хозяйства Суханова. Бараки, в которых они проживают, построенные для рабочих в начале прошлого столетия, признаны непригодными для жилья и подлежат сносу. Но планируемые сроки переселения, а это 2013 год, прошли. Нам обещали, что построят дома, при этом забирая нашу землю, наши огороды все забрали и сказали, что построят пятиэтажные дома, чтобы нас переселить. Хоть бы раз приехали, собрали собрание и сказали жителям, люди, ну подождите еще, ждали вы 20 лет, ну подождите еще годок, оформим документы, переселим. Мы никому не нужны и никто к нам относится серьезно. Тем временем дома продолжают разваливаться буквально на глазах. Протекают потолки, осыпаются стены, рассыхаются перекрытия. Хорошо платья не было, а то бы мать прибила нас, такой шматок был упал. Вот такие, вот, видишь, как стены ползают, вот. Жильцы признаются, что жить страшно. В квартирах холодно, а под полом обитают крысы. Но на все один ответ. Дом подлежит расселению. А когда, непонятно. Ежемесячная квартплата при этом не каждому под силу. По 8 тысяч платим, если 4 человека прописано. А то и больше. Вот в таких домах живем. В утопии. Семья Марковых молодая, со своими мечтами и планами. Вот только как строит жизнь, когда каждый день устраивает им новые испытания. Совсем недавно вывалилось окно второго этажа и упало, чудом не задев их дочь. А год назад в семье Марковых произошло счастливое событие. Родился второй ребенок, но по приезду из роддома их ожидал сюрприз. Жуткий запах окутал всю квартиру. Скрываем пол, и лежит вот такая кошка уже разложившаяся. Мы, естественно, пытаемся оттуда достать, там же трубы. Мы достаем, но, естественно, потревожили, запах пошел. Наутро у ребенка рвота, у меня рвота. То есть у нас пошло отравление. Звонить, кричать. Я позвонила, уже объяснила. Ну а что мы сделаем? Ваш дом на расселение. Вера уже мало на все. Просто я живу тем, что молюсь о том, чтобы у меня наутро ребенка не убило, чтобы потолок на мне не упал. Людям, которые выживают в этих домах, больше негде жить и ехать тоже некуда. Они вынуждены мириться с тем, что есть, и только надеяться на чудо. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok